Плюнуло бы в лицо, да плевотный материал жаль. На этой неделе лично я в очередной раз убедилась, что некоторые вирусы поражают далеко не легкие, но и в мозгу остаются надолго. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Спасибо деду за победу. Итак, пока Россия медленно, но верно уходила в кодированный локдаун, власть под шумок приняла несколько удобных для себя решений. И, как вы понимаете, совершенно неудобных для нас. В частности, речь идет о видео, в котором депутат Государственной Думы Михаил Матвеев утверждает, что единороссы в очередной раз поглумились над ветеранами. Только все единороссы проголосовали против законопроекта о том, чтобы полностью освободить участников Великой Отечественной войны от коммунальных платежей, от взносов капитальных ремонтов и от платежей за содержание жилья. Вот это Единая Россия. Речь идет о законопроекте, согласно которому предполагалось освободить участников Великой Отечественной войны от оплаты коммунальных услуг и жилых помещений. И, естественно, посчитав затраты, партия власти пришла к выводу, что... что тогда не на что будет купить 69 новеньких спортивных тачек для управления делами президента. Ну вы в курсе, да, что нашим чиновникам, ну просто жизненно необходим автомобиль, способный разгоняться до 100 км в час всего лишь за 5 секунд времени. При этом такой автомобиль должен иметь не менее 500 лошадиных сил и развивать скорость в 250 км в час. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, сколько денег на спорткары не пожалело управление делами президента? Полагаете, что это 100 миллионов? Или 250? А может быть 400? Хм, берите выше. 550 миллионов рублей. При этом, если вы дружите с математикой, хотя бы немного разбираетесь в немецких марках авто, то вы с легкостью определитесь, что под обозначенные параметры подходят только М-овские BMW и АМГшные Мерседесы. Конечно, зачем управлению делами президента простенькие Камри, когда мы привыкли отбирать у бедных и отдавать богатым? В нашем случае отклонить коммунальную помощь участникам Великой Отечественной войны и купить скоростные немецкие автомобили. Вот уж где судьба сыграла злую шутку. Наверное, просто современный чиновник до конца не понимает, благодаря кому и чему сегодня он жив и жирует. Это наши бабушки и дедушки обеспечили им мирное небо над головой. А мы с вами сегодня обеспечиваем им безбедное существование. Но ни советских солдат, ни современных россиян благодарить чиновник даже не собирается. И все, на что может рассчитывать военное поколение, это дешевые открытки, сложные эпичной надписью «Помним, любим, гордимся». Ну и на парад, в который, не удивлюсь, вкладывается гораздо меньше, чем остается в кармане организатора. А виноват все равно Моргенштерн. Я его нисколько не оправдываю. Современная молодежь действительно невежественна, причем во многих важных вопросах. Но в случае с певцом это только слова. А в случае с народными избранниками это конкретные действия. Но все мы догадались, по какому из этих двух поводов Бастрыкин возбудился быстрее всего. 2-0 не в нашу пользу. На этой неделе москвичи тщетно пытались выяснить, как алкомаркеты связаны с распространением опасного для россиян вируса. И о ужас, ответа так и не нашли. А между тем, власти Москвы настаивают на закрытии алкогольных магазинов в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Ван Гуй, что связан этот запрет прежде всего с желанием оградить россиян от чрезмерного употребления алкоголя. И именно этот вариант я бы озвучила вам, если бы сейчас находилась в числе пропагандистов. Но я за реальное положение вещей и за адекватность. А потому, друзья, вы просто не поняли всю глубину инфоповода. Перекрыть алкогольный душок собираются исключительно алкомаркетом, пятерочком, магнитом и ашаном запрет на продажу виноводочных изделий не поступал. Так в чем профит, если любимое винишко можно купить в любом другом магазине? Или тут другое? И мы прекрасно это понимаем, потому что попахивает все это либо отъемом прибыльного бизнеса, либо желанием задушить неугодного конкурента. И тут я бы посоветовала властям столицы, как равно и других регионов, прислушаться к бессмертному уму Жванецкого, который еще задолго до подобных инициатив предостерегал любого чиновника. Наши люди пьют из чувства протеста. Как только пить перестанут, ты, чиновник, не спасешься. Так что потуги с алкомаркетом лично мне искренне непонятны. Как, собственно, непонятные действия властей в нашей Свердловской области. С сегодняшнего дня у нас запрещается посещение солярия. Солярия, друзья! Кто не в курсе, я напомню, это такая капсула горизонтальная, но чаще вертикальная, куда может поместиться исключительно один человек. Это во-первых. Во-вторых, солярий, как вид бизнеса, настолько изжил себя, что владельцы рады даже тем двум-трем заблудившимся тетенькам, купившим 4 минуты искусственного солнца. О каком ажиотаже в солярии может идти речь? Точно так же поставлю под сомнение битву из желающих сдать белье в химчистку или очередь в массажный кабинет. Там как бы по определению только ты и твой массажист с фантазиями типа один чиновник и три ползающие по нему нимфы. Это точно не к простым россиянам. Ну а если ко всему этому прибавить гениальный спич Володина о наглости предпринимателей, которые платят работникам мрот, то и вовсе все встает на свои места. Бизнеса в России скоро не будет. Бессовестные люди, которые стоят во главе трудовых коллективов, имея возможность повышать зарплату, не делают это. Я вам приводил пример. Хозяйство миллионеры, собственники миллиардеры, а при этом зарплату в размере мрот. Этим гражданам надо совесть вернуть и поспособствовать нам через уголовный кодекс. Ну да, ну да, нерабочие дни сотруднику оплати, зарплату при этом подними, иначе тюрьма. А вот лавочку, равно как и рот, прикрой, ибо вирус своим солярием распространяешь. Ну а поездки в метро и автобусе по-прежнему никто не отменял. Туда, как известно, зараза не проникает. Во все остальные места, друзья, готовьте QR-коды и свои паспортные данные, демонстрировать которые, кстати говоря, вы никому не обязаны, но все равно будете. Я же пока посижу в числе тех, кто не сможет сходить на обед в свой законный обеденный перерыв и купить теплые колготки к предстоящему холодному сезону. Просто я еще не дошла до той стадии отчаяния, чтобы ради новых трусов повторить опыт Сингапура. Прочтите на досуге, есть над чем подумать. Российское зазеркалье. Кто следующий? Вслед за выплывшим компроматом в отношении сотрудников системы исполнения наказания, где те издевались над заключенными, ньюсмейкером этой недели стал ковидный госпиталь в Томске. Родственница местного жителя попала в медсанчасть номер 2 с диагнозом пневмония, но из-за своей беспомощности не могла ухаживать за собой. В итоге не получала ни должной заботы, ни необходимого лечения. Обеспокоившись состоянием здоровья своей бабушки, внук, переодевшись во врача и представившись сотрудником другого отделения, на протяжении трех дней беспрепятственно посещал родственницу. Удеваемся, идем к бабушке в отделение, потому что ее не кормят, не убирают за ней, не меняют подгузники. Бабушка, привет! Родственникам приходится в ковидаре пробираться в защитных костюмах, чтобы поменять повязку и покормить бабушку. Я вечером звонил, говорю, здравствуйте, я вот внук. Подгузники поменяем, такая, да, повязки поменяем, повязок нет вообще. Я вот купил костюм и прошел. Я сейчас отойду на час. Оставьте жаропонижающую, через 45 минут контрольный замер температуры. Ясно вам? Я вопрос вам задал. Доктор, ясно? Все. До сих пор не спалили, б***ь. Если бы лечили, нормально, я бы сюда даже не пошел. После увиденного и отснятого материала он обратился в следственный комитет, администрацию президента и генпрокуратуру. Но ответить на его заявление в госорганах пообещали не ранее, чем через месяц. А я смотрю на все происходящее и думаю, а какой ответ мы ожидаем? Проверка медсанчасти гарантированно не приведет к желаемому результату. Скорее всего, нам озвучат уже знакомую песню о том, что персонала не хватает и снизить нагрузку поможет только вакцинация. Потом в этой больнице поставят охрану и турникеты, а мальчика, скорее всего, признают виновным по некоторым эпизодам, в частности, в проникновении на закрытую территорию, в каком-нибудь медицинском самоуправстве. Сюда же приплетут незаконную видеофиксацию и дай бог, если не посадят за разглашение тайны больничного беспредела. Ведь именно так сегодня собираются поступить с программистом, обнародовавшим видео с пытками заключенных. Неделю назад он был объявлен в розыск за разглашение гостайны. Будем надеяться, что подобная участь не коснется томского активиста, потому что об ужасных условиях содержания пациентов мы узнали далеко не от него. И о нехватке машин скорой помощи не от него, и об отсутствии медицинских рук тоже не от него. Да и в современных мединновациях виноват, скорее всего, не этот мальчик. В одной из больниц очевидец снял вот такой чудо-прибор. Это обычная бутылка из-под минералки, служащая прибором для подачи кислорода. И знаете, а врачи молодцы, что идут на различные ухищрения в желании спасти пациента. Но вопрос-то в другом. Почему наша медицина доведена до такого состояния? С ребенком попали в больницу в инфекционное отделение города Славгорода. Девочки, я таких палат еще не видела. Это убожество, это сарай какой-то. Это просто реально сарай. Это вот потолки. Представляете? Это стены. Это мебель такая. А это пол. И здесь нам минимум 10 суток жить. Это ужас. А ответ знаете где? Да на поверхности. Я, например, довольна всем. У меня вот такая комнатушка 16 квадратных метров. В пенсии стыдно говорить даже. Стыдно говорить. Как стыдно-то сколько? 1020? Да боже, сохрани такого. Больше? 12, ну что вы. Ну я не жалуюсь. Вот как-то так, друзья. Ну а у меня на этом все. Увидимся завтра и только на канале Ермак Медиа. Всех люблю. Пока-пока.